Пабло Эскобар родился 1 декабря 1949 года в городе Ренегра, Колумбия. По некоторым данным, он унес жизни 10 тысяч человек. Банда, созданная Эскобаром, сумела сколотить небывалое состояние благодаря тому, что продавала наркотики. За свою жестокость Пабло часто сравнивают с Джоном Диленджором, грабителем, также завоевавшим далеко не светлую славу. Сам Пабло считал себя Робин Гудом и тратил часть преступных денег на помощь бедным, например, строя для них жилье. Во многих кварталах до сих пор встречаются его портреты на улицах с подписью «Святой Пабло». Биография Пабло Эскобара стала полностью известна спустя несколько десятков лет после его гибели благодаря фотоархиву, который создавался годами его бывшим одноклассником Эдгаром Хеменесом. Он был не очень успешным свадебным фотографом, пока Пабло не пригласил его на работу. После он получил мировую славу благодаря главному герою своих репортажей и стал известен как Эльчинно. Только спустя несколько десятилетий он открыл для просмотра публики семейный архив наркобарона. Начинал свою карьеру наркобарон с ворованных могильных памятников, с которых стирал имена и отправлял на перепродажу. Затем начал продавать сигареты и марихуану, поделывал лотерейные билеты, популярные тогда в Колумбии. Первая небольшая банда, созданная им, занималась кражей автомобилей, а позже занялась рэкетом, предлагая платить хозяевам транспортных средств за их сохранность. Спустя пару лет банда перешла на похищение людей. К 22 годам Пабло стал самым крупным преступным авторитетом городка Медельина, где банда проворачивала свои дела. Именно в это время деятельностью Эскобара становятся наркотики, а точнее, кокаин, с которым связана вся его дальнейшая жизнь. Очень быстро ему удалось завоевать первенство в индустрии кокаина во всей стране, а потом и по всей Южной Америке. Уже в молодости наркобарон Эскобар контролировал каждую партию наркотика, вывозимую из страны. Он снимал специальный налог и обеспечивал доставку партии. Они даже открыл специальные лаборатории по выработке кокаина в джунглях страны. В 27 лет Эскобар женился на Марии Виктории Эня Виоха. Через год у них родился сын Хуан и еще позже дочь Мануэла. Семья сделала преступника уязвимым, как любого человека. Скрываясь от властей в лесах на севере страны, его жена и дочь замерзли, и заботливый отец, чтобы обогреть их, жег почти 2 миллиарда долларов. Сейчас его дети живут в Аргентине и не носят фамилию отца. На территории основного поместья, помимо известного на всю страну зоопарка, Пабло создал целый город для любовниц, которые, по сути, являлись наложницами криминального авторитета и его товарищей. Более 400 женщин, проживающих на территории мини-города, имели каждая свой дом с неповторимым дизайном, множеством озер в округе, беседок, уютных мест, где можно было спрятаться от жары в летний зной и заняться любовными утехами. Для самых приближенных любовниц Пабло привозил модельеров и косметологов из Европы. Самая известная любовница миллионера Верхиния Вальеха, несмотря на все свои заслуги, стала популярной только после своей связи с наркобароном. Журналист BBC, она стала единственным представителем прессы из Колумбии на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы. Она стала лицом популярной марки колготок как фотомодель. В 2011 году в свет вышли мемуары Верхинии любить Пабло, ненавидя Эскобаро. Эта книга, переведенная на английский и ставшая бестселлером, одновременно история любви и биография одного из самых жестоких людей в мире. На русский язык перевода книги пока не планируется. В данный момент идут съемки фильма по мотиву книги Верхинии. Лента Эскобар с Хавьером Бардимом и Пенелопой Круз в главных ролях обещает быть интересной. Самая известная любовница Эскобаро по сей день живет в Америке, штате Флорида, где ей в свое время предоставили политическое убежище. В 1977 году барон создал медельинский кокаиновый картель, который существовал в течение 17 лет и завладел почти всем рынком кокаина на территории США. У картеля был главный принцип – плати или умри. Спустя пару лет журнал Forbes оценил состояние Эскобара в 47 миллионов долларов. На эти грязные деньги он строил дома для бедных, пытаясь прослыть местным Робин Гудом, объясняя это тем, что он просто помогает бедным. Кроме того, у Эскобара было более 500 тысяч гектаров земли, 30 поместья и 40 раритетных авто. Часть денег Пабло отмывал через спонсорство футбольной команды «Атлетика Националь». Футбол стал очередной страстью преступника. Он тратил свое состояние на строительство футбольных полей и создание другой инфраструктуры. Его телохранитель рассказывал, что футбол был радостью Пабло, его страстью, его спасением. Но и в этой сфере жизни Эскобар оставил след кровью, один из его людей был обвинен в убийстве судьи Мачо, в котором команде наркобарона не удалось одержать победу. Как это ни странно, причиной смерти одного из самых жестоких преступников стала его сентиментальность и привязанность к жене и детям. Находясь в розыске, Эскобар больше года не общался с семьей. Отметив свой 44-й день рождения, на следующий день он позвонил домой. Спецслужбы ждали этого звонка очень долго. Пятиминутный разговор стал роковой ошибкой наркобарона. Дом, в котором он скрывался, был окружен представителями спецслужб. Началась перестрелка, была выбита дверь, и Пабло был застрелен в голову снайпером. Позже сын Эскобара Хуан рассказывал прессе, что отец покончил жизнь самоубийством, поняв, что не удастся вырваться из окружения властей. Как бы то ни было, с телом на крыше здания фотографировались, как с трофеем. Позже эти снимки облетели весь мир. Похороны Пабло Эскобара состоялись 3 декабря 1993 года и собрали более 20 тысяч Колумбии ЦФ. Несущие гроб были снесены неуправляемой толпой, каждый хотел прикоснуться к окоченевшему лицу легенды в последнее время.